Приветствую вас, Энн Анна, я полагаю Анна, человек описывает проблему резких припадов настроения, нежелание жить и недовольство своей внешностью, а также замкнутость, в общем-то, и, я полагаю, некоторое стеснение. Человек описывает ситуацию, что в детстве часто ссорились, а родители, вот, она плакала и давай пока прекратят. Также человек описывает некоторый уход в фантазии, вот, ну, как бегство из реального мира. И, соответственно, говорит, что он не может пересилить себя и пойти к психологу. Уважаемая Анна, я очень надеюсь, что вас зовут именно так, если я неправильно ваше имя угадал, то, пожалуйста, извините. Мне хочется вам сказать, что проблема ваших родителей, которую вы описываете, конечно, важна, но все же живете вы. И вы выбираете, как вам жить. И, я думаю, не сложно в общем и целом увидеть, что вы достаточно сильно, на мой взгляд, по крайней мере, себе не доверяете. И я бы начал с этого. Дело в том, что проблематика резкого припада настроения – это недоверие себе. Такое глобально, такое, ну, как вам сказать, тревожно, да? То есть, это может быть угроза какой-то опасности, это может быть и, вот как вы пишете, что недовольность своей внешностью. То есть, что это такое? Если такое недовольство своей внешности, то это, по факту, означает следующее, что то, какая я есть, я плохая, я, там, ну, недостаточно хорошая, я должна быть другой, да? Вот. Но другой я быть не могу. То есть, как бы, ну, нет возможности, там, допустим, сделать пластические операции, там, да, что-то такое. Ну, на косметику дорогую, нет денег, например, я себя не могу изменить, и из-за этого я не вижу смысла жить. Например, когда я общаюсь с людьми, ну, другими людьми, или когда мне, скажем так, предстоит общаться с людьми, когда я знаю, что… Сейчас мне нужно будет, там, пообщаться с кем-то. Я думаю сразу, что это плохая идея. Почему? Потому что люди увидят. Увидят, какая я. Ну, плохая. Увидят. И меня будут обесценивать. Мне будет больно. Поэтому я не буду с ними общаться. Такая логика обычно, как правило. Да? Как правило, такая логика. Бывают разные моменты, безусловно, бывают свои нюансы. Вот. Ну, я вот, как один из вариантов привёл. Это не панацея, безусловно, да? То есть, у вас может быть совсем по-другому. Но, вот, как правило, бывает так. Как правило. Ну, часто. Частенько бывает так. И, как бы, получается то, что… Что вы себя не принимаете и не привыкли себе доверять. Из-за этого вы кажете сами себе слабой. Не с точки зрения физиологии. С точки зрения, вот, психи… психически вы кажете себе слабой. Вот. Или психологически кажете себе слабой. И, соответственно, это те основные моменты, которые вам нужно корректировать. Доверие в себе и принятие себя. Вот. Да, у вас занижена самооценка. Потому что, вероятно, то, как родители обесценивали, там, друг друга в отношениях, вы, как бы, это зацепили. А недоверие в себе было связано с… Недоверие в себе может быть связано с редкостью конфликтов, конфликтов их. Но, понимаете, эта история больше умозрительная. Вам она никакого практического… практического пользы никакого не даёт. Вот. Живёте вы, а не родители. Ну, в смысле, я надеюсь, что у ваших родителей всё хорошо. Я имею в виду, что… Я имею в виду, что, как бы, это ваша жизнь. И вы сами есть за себя. И вы не можете повлиять ни на кого, кроме себя. И разобраться вы можете только в себе. Поэтому… Вам нужна поддержка и помощь, чтобы найти себя. Вот. Чтобы научиться чувствовать себя. Вот. Вы называете себя закрытым человеком. И… Я лично ничего против этого не имею. Ну, закрытый вы человек и закрытый. И на здоровье. Да. Но мне кажется… Мне кажется… Что… Знаете… Вот какой здесь есть важный момент? Нравится ли вам быть закрытым? Знаете… Как вот… Ну… Как вот мне кажется… Понимаете, да? Вот. Нравится ли вам быть закрытым? Закрытый. Если… Нравится быть закрытым. Хорошо. Ну, в смысле, если вы себя чувствуете комфортно, будучи закрытым. На здоровье. Никаких проблем. Никаких проблем. Я не вижу. Я не вижу абсолютно никаких проблем. В этом смысле. Вот. Если вы чувствуете, например, что… Ну, как-то на большее там… Способно. Да, допустим. То… Это уже немножко… Другой разговор. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Это уже чуть-чуть другой разговор. Да. Вот. Это уже… Ну… В какой-то степени немного другая история. Понимаете, как бы, да? Что я имею в виду. Что я имею в виду. Вот. Вот, соответственно, то, что… Хотел бы вам… Сказать. Навер… Наверное… Наверное… С точки зрения вот… Психологии. Вот. С точки зрения психотерапии. Вот. И… С точки зрения вот… Ну, грубо говоря… С каких-то… С каких-то… Ну, своих каких-то взглядов. Вот. Такой… Такой какой-то момент… Момент… Момент здесь. Вот. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за… Обратную связь… По… Ну, по моему… Ответу. Это… Позволит вам… Позволит вам… Начать… Работу над собой. Да. Эм… Желаю вам… В принципе… Эм… Всего… Самого… Доброго. Желаю вам удачи. И надеюсь, что… Ваша… Ваша… Ситуация будет… Самым… Наилучшим образом… Раз… Разрешена. Вот. Эм… Обращайтесь за… Помощью… Вам… Скорее всего это… Необходимо… Будет. Удачи!